Воронеже 12 часов 10 минут в студии Светлана Красова. Сегодня у нас в гостях Алексей Шамардин, руководитель общественной организации «Наш надзор». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые граждане. 8 960 135 07 08. Если у вас есть вопросы, предложения, какие-то, может быть, даже жалобы к Алексею, то присылайте их на этот номер 8 960 135 07 08, смс-сообщениями, а также в Вайбер. Мы обязательно на них обратим внимание, ответим и все, что можно будет, посоветуем. Что касается вашей организации «Наш надзор», над кем надзираете? Что в поле вашего зрения? В общем-то, в поле нашего зрения попадают нарушения правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны других участников дорожного движения, таких как предпринимателей, которые выставляют конусы, треноги, различные конструкции на проезжей части. И также обращаем внимание на соблюдение действующих законодательств со стороны правоохранительных органов. То есть, если замечаем какое-либо правонарушение, стараемся реагировать на него и не оставляем без внимания. А каким образом это происходит? У вас есть штат активистов, которые периодически курсируют по городу, наблюдают? Или что? Каким образом происходит вот этот надзор? Ну, в общем-то, это достаточно масштабно производится мероприятие нами и комплексно. То есть, это непосредственно рейды, участие в рейдах осуществляется. Это выход на участок, на котором имеется массовое правонарушение, нарушение правил дорожного движения. Мы знаем об этих участках, кто-то сообщает о них. Мы выходим и стараемся либо самостоятельно до приезда полиции объяснить водителям, что неправильно нарушать на данном участке дороги правила дорожного движения. И потом стараемся в любом случае вызвать ГИБДД и с ними продолжаем пресекать и устранять нарушение правил дорожного движения. И, значит, все, что происходит вокруг меня, я тоже стараюсь реагировать. То есть, записи на видеорегистраторы, которые попадают, также направляются в ГИБДД и все нарушения обрабатываются сотрудниками. А много у вас волонтеров? Ну, их можно так называть, то, что вы же, я так понимаю, делаете все это на чистом энтузиазме? Да, людей достаточно много, но в меру той или иной занятости на рейдах участвует не так много людей, потому что они меняются постоянно. То есть, в один день одни люди участвуют, в другой другие люди. То есть, это происходит по возможности, потому что все работают практически, кто-то учится. И на рейдах участвует не так много людей, но, тем не менее, рейды проходят достаточно успешно. Если мы говорим о нарушении правил дорожного движения на тротуаре, то тротуар практически на 99% или на 100% очищается на этот день, на этот период от нарушителей. Если это какие-то другие правила дорожного движения, нарушения, то стараемся выявлять и, соответственно, с ГИБДД совместно реагировать. А вот Вы говорили о самых таких неспокойных участках. Можете их назвать? Вот, может быть, кто-то сейчас услышит об этом участке, да, и потом Вы скажете, как можно будет к Вам обратиться для того, чтобы... Ну, может быть, человек, да, не такой вот активный обратится к Вам, и Вы, может быть, каким-то образом поспособствуете эти нарушения пресечь? Да, ну, например, участок дороги на общеизвестном переулке здоровья, это одностороннее движение, там массовые нарушения имеются. Оттуда буквально началась Ваша организация практически, да? В общем-то, не оттуда началась, но этот случай стал толчком для вот такого вот, еще большей реакции на хамство, которое происходит вокруг нас. Потому что это был очень такой чрезвычайный случай вопиющий, который там произошел. То есть терпение уже лопнуло, можно сказать, на тот момент. Ну, напомню, Алексей на встречу автоледи выехал, да, который впоследствии еще, мало того, что нарушил правила дорожного движения, разбил Алексея автомобиль, разбил ему лобовое стекло. Да, но, к счастью, это все закончилось хорошо и быстро. Переулок здоровья. Переулок здоровья, тротуары, такие как у банка ВТБ, это парк Лермонтово. То есть там люди не понимают, что заезд по пешеходному переходу только возможен туда, на тротуар попасть. Невозможен, соответственно, правил дорожного движения, потому что пешеходные переходы только ведут на тротуары. И, соответственно, массовые нарушения правил дорожного движения на этом участке имеются. Но нами предпринимается не только пресечение нарушений правил дорожного движения и реагирование на них, Ну и также мы стараемся обеспечить безопасность на данном участке. То есть, вот, например, у Политехнического института совсем недавно, буквально на днях, мне сообщили люди, что были установлены блоки, препятствующие движению, заезд на тротуар. Очень год потребовалось, чтобы установить, потому что там массовые нарушения имеются, постоянно движение, парковка на тротуаре. Что касается Банка ВТБ, это парк Лермонтова, мне недавно сообщили в управу, что в ближайшее самое время будут ограничители, установленные, препятствующие парковке на данном участке тротуара. То же самое вот напротив вас, буквально, Дом офицеров, проспект Революции 32, тоже массовые нарушения правил дорожного движения. Мы говорим, где массовые именно нарушения правил дорожного движения, потому что по всему городу понятно, что очень многочисленные нарушения выявляются, и мы реагируем на них. Что касается парковки вторым рядом на проспекте Революции, на центральных улицах, то это извечная проблема, с которой, к сожалению, бороться очень тяжело, без надлежащей поддержки со стороны сотрудников госавтоинспекции. Я так понимаю, что власти к вам прислушаются, раз к вам из управы звонят, вы как-то находите общий язык с администрацией, с сотрудниками ГИБДД? Честно говоря, очень сложно это происходит, потому что мы в том числе реагируем на нарушения тех же самых сотрудников администрации и государственных инстанций различных, и также сотрудников ГИБДД. То есть, для нас перед законом все равны. То есть, если есть правонарушение, оно выявляется, и реакция поступает незамедлительно. Поэтому очень сложно происходит взаимодействие, порой с обращением в надзорные инстанции, такие как прокуратура, вышестоящие организации, чтобы те или иные действия произойти. И, соответственно, даже несколько раз сотрудники ГИБДД просто-напросто не приезжали к нам по вызову. То есть, мы 3-4 часа ждем, они не приезжают. Но вот последний рейд был совсем недавно на проспекте Революции, 32 у Дома офицеров. Там пришлось, конечно, звонить несколько раз, но через где-то в течение получаса была реакция, и несколько экипажей, причем, в конце концов, приехали. То есть, возможно, мы как раз на пути взаимодействия с ГИБДД, в начале пути, спустя год, буквально вот такая активная деятельность, непосредственно с выходом в рейды. То есть, до этого она тоже велась, эта деятельность, но способом обращения, просто обычных. А здесь непосредственно на месте мы уже реагируем. И вот сотрудники полиции, скажем так, по моему мнению, не так эффективно работают и не так эффективно, к сожалению, взаимодействуют. Поэтому очень тяжело это все происходит. С чем это связано? Такая нехватка экипажей или это что, безразличие или какие-то другие причины? При обращении к руководству непосредственно, если удается это сделать, то экипажи приезжают в течение 15-20 минут. То есть, я думаю, здесь проблема не в экипажах, а в чем-то другом состоит. Я не знаю точно, в чем проблема, но, возможно, нежелание сотрудничать, помогать, может быть, есть какой-то у сотрудников. Настрой какой-то, может быть, не совсем правильный. Может быть, мы их заставляем чрезмерно работать, если так можно сказать, на данном участке дороги. Потому что самостоятельно почему-то ничего не происходит. Даже конкретный случай, мне пришлось сейчас ехать достаточно далеко, потому что вся парковка занята на проспекте Революции, где разрешено, где запрещено. Там нельзя, соответственно, оставлять автомобиль. Пришлось его оставить около Плехановской. И вот там сотрудник полиции постоянно стоит, это перекресток, где пролетарий, кинотеатр, он просто задом развернулся к тем нарушителям, которые вторым рядом стоят. И все. И так происходит каждый день. Вот, то есть, очевидное нарушение почему-то не замечает сотрудникам полиции. С другими службами вы контактируете? Общественными организациями, я имею в виду, которые занимаются? Ну, вот, тоже рейдами, проводят рейды, там, пьяных водителей. Ну, с этой организацией мы не контактируем, это дорожный контроль, по той причине, что они рейды проводят в ночное время, мы в дневное время. То есть, у нас разные задачи немножко, разные цели. То есть, можно сказать, вы так дополняете друг друга? Возможно, да, возможно, да. А так, вот, город и транспорт, недавно мы начали взаимодействие, это общественная организация тоже. То есть, они в основном занимаются проблемами пешеходов, тротуарами. То есть, заботятся больше о людях, чем о автомобилистах. Пьяных водителей вы не любите? Ну, пьяные водители, насколько я знаю, они в основном преимущественно ночью ездят. Ночью мы рейды не проводим, как я уже сказал, потому что, в общем-то, это направление другой общественной организации, которая достаточно успешно с ними борется в той или иной степени, это дорожный контроль. То есть, ваша ниша, это вот в основном там парковки, да, нарушение правил дорожного движения в дневное время? Да, наше пока это дневное время, потому что, ну, есть возможность в дневное время это осуществлять. 8-960-135-07-08. Мы ждем ваших вопросов. Присылайте их СМС-сообщениями, либо в Вайбер. У нас в гостях Алексей Шамардин, руководитель общественной организации «НашНадзор». Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне. Впереди небольшая пауза выпуск новостей, потом вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Мы снова в студии «Радио Губернии». У микрофона Светлана Красова. Сегодня у нас в гостях Алексей Шамардин, руководитель общественной организации «НашНадзор». Мы в первой части эфира сказали, чем занимается организация. В основном это выявление нарушителей, которые не там паркуются или нарушают правила дорожного движения. 8-960-135-07-08. Присылайте ваши вопросы, мы обязательно на них ответим. Мы говорили также о самых неспокойных участках, которые требуют постоянного надзора. Скажите, а вот пешеходы каким-то образом попадают под ваш взгляд? Ну, на настоящее время существуют, на мой взгляд, более серьезные проблемы, чем пешеходы. То есть, я имею в виду, связанные с нарушением правил дорожного движения. И думаю, пока они не устранятся или не снизятся, пешеходами не имеет смысла заниматься. Потому что в этой области у меня нет соображений, как выявлять данные правонарушения и пресекать. Так вот, значит, есть вопросы как раз по вашей теме. Я предлагаю сразу к ним приступить, потому что их достаточно много. Вот мы, радиослушатели, присоединяем к нашим беседе. Неоднократно уже говорилось, и постоянно об этом говорится в социальных сетях, что у Бима собираются на тротуаре мотоциклисты и в том числе таксисты. Каким образом их оттуда разогнать? Ничего не помогает. Вы что-нибудь слышали об этом? Я, к сожалению, нам не приходили обращения по этому вопросу. Во сколько это происходит, тоже непонятно. То есть, для того, чтобы знать и отреагировать на обращение, на вопрос гражданина, необходимо знать хотя бы во сколько это происходит, чтобы обратиться в соответствующую организацию для устранения данного правонарушения. То есть, если граждане сообщат нам, во сколько это происходит, мы обязательно отреагируем и постараемся, возможно, даже рейд сделать по этому адресу, потому что мы стараемся... Ну, рейды происходят не так часто в силу той или иной занятости, мы просто не сидим на месте, не ждем, когда провести рейд. Стараемся всегда реагировать на все обращения граждан, которые поступают в том или ином виде. И если действительно они заслужат внимания, то есть есть правонарушение там, то мы всегда обращаем на это внимание и доводим дело до конца. И здесь, если будет известно время, адрес, понятно, легко определить, где это происходит, то соответствующая реакция поступит обязательно. Призываю граждан просто обратиться к нам, которые видят в этом проблему, и, соответственно, сообщить всю информацию более точную и обязательно отреагируем. Как к вам обратиться? Обратиться можно через социальную сеть, ВКонтакте, в Одноклассниках, там все доступно, обращения. Пожалуйста, все обращаются, кто заинтересован, кто может. Обращения поступают каждый день, проблем нет в этом. Пожалуйста, обращайтесь, будем реагировать. Опять же, замечу, мы реагируем на все обращения. Просто те, которые заслуживают особенного внимания, мы реагируем наиболее тщательным образом. Значит, вот такой вопрос от Елены. Машину у дворя невозможно припарковать. Каждый себе выделил место, поставил замки и другие приспособления. Как с ними поступить, подскажите? Вот это очень серьезная проблема. Как даже написали, район больницы электроника. Да, вот это, к сожалению, очень серьезная проблема. Я ей занимаюсь давно и очень тщательно. И в начале этого года, в конце 2016 года, даже появились наработки. И руководитель ОГИБДД, Астанин, меня поддержал по этому вопросу. В начале, вот в этот период. И начали производиться работы по демонтажу указанных конструкций. Но потом, к сожалению, его позиция изменилась по этому вопросу. И сейчас ОГИБДД всячески открещивается от дворовых территорий. Потому что, как правило, они находятся на кадастровом учете. На кадастровом учете находятся. То есть, это значит, каждый какой-то кусочек, определенный земельного участка, принадлежит собственнику помещения, которое принадлежит тому или иному собственнику. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, к нам, граждане, обращается очень много по данным вопросам. И мы реагируем. Я призываю всегда граждан помогать нам в этом. То есть, что такое помогать? Я сейчас перечислю, что необходимо сделать как раз для того, чтобы способствовать уборке тех или иных конструкций. Конечно же, необходимо обратиться к участковому, прежде всего. Для установления лиц, которые установили данные конструкции. То есть, ограничили движение, ограничили парковку во дворе. Дальше необходимо написать заявление в управляющей компании или в ТСЖ. Тоже, соответственно, обратить на это их внимание. И, соответственно, постараться, попытаться. Это сложно сделать, я понимаю. Собрать собрание собственников жилого дома. То есть, и вот эти все комплексные мероприятия, я считаю, что могут дать положительный результат. Потому что я граждан призываю это сделать. Но, к сожалению, из очень многочисленных обращений никто пока до настоящего времени вот эти этапы не выполнил. Поэтому граждане сами во дворах соглашаются с тем, чтобы те или иные нехорошие граждане делали то, что они делают. То есть, захватывали себе места какие-то и без общего собрания. Так, такой вопрос. После укладки асфальта нанесли разметку без разрывов почти на километр. Раньше были разрывы. Кому жаловаться? Богдана Хмельницкого. Значит, естественно, необходимо об этом сообщить в ГИБДД. И ГИБДД должны проверить, соответствует ли дорожная разметка схеме, существующей в этом месте. То есть, правильно ли нанесены, согласована ли схема с надлежащими инстанциями. И если эта схема будет согласована, то есть, разработана соответствующая документация на нанесение разметки, то она нанесена правомерно. А если это просто произвол дорожных служб, то, естественно, она будет приведена в соответствии. Вопрос от Игоря. Согласны ли Вы, что массовая установка знаков запрета стоянки в центре не связана с безопасностью, а только с желанием собрать штрафы? Не построено ни паркингов, ни охраняемых стоянок, еще и у обочины запрет. Согласны или нет? Спрашивает Игорь. Проблема парковки на центральных улицах вообще это очень серьезная проблема. Тут, мне кажется, так просто нельзя сказать, согласен или нет. Потому что, вот даже вводится в ближайшее время, насколько знаю, будет введено, вот уже почти подошли к этому этапу, будут введены платные парковки. То есть, это сделано, мне кажется, прежде всего, ограничение парковки с целью разгрузки проезжей части в центре города. Но это неэффективные методы, потому что все равно практически происходит массовое нарушение правил дорожного движения. Возможно, платные парковки как-то решат эту проблему, как вот в Москве, там, я насколько знаю, разгружаются эти участки дорог, и нарушения пропадают, второй ряд пропадает, так называемый. Поэтому сложно сказать, это с чем связано. Наверное, скорее, не согласен, что это со сбором штрафов. Просто это один из методов, наверное, устранения вот этого большого потока автомобилей в центре города. Вся улица Пятницкого заставлена машинами в одну и другую сторону. Припаркованы прямо на полосах движения. Приходится ехать посередине, друг навстречу другу. Аварийные ситуации бесконечные. Как уже на это повлиять? ИГБДД не реагирует? Значит, прежде всего, необходимо посмотреть, припаркованы ли автомобили и другой транспорт с нарушениями правил дорожного движения или без. Существует ли в этом месте сплошная линия разметки. Если не существует, то есть пунктирная линия, то они, значит, не нарушают правила дорожного движения. Но мы понимаем со слов гражданина, который обратился, что остается одна полоса для движения. Ну, возможно, стоит обратиться в надлежащие инстанции, то есть ГИБДД и в управу, для того, чтобы, возможно, на этом участке был рассмотрен вопрос по установке дорожных знаков, ограничивающих парковку. Если это действительно происходит, если там регистрируются постоянные дорожно-транспортные происшествия, конфликты какие-то, то, возможно, необходимо, если есть видеозаписи, еще лучше. То есть их необходимо прикрепить к своему обращению, фотографии прикрепить. И, возможно, так как это на личном примере, это все пройдено, мы также обращались по некоторым участкам и где-то устанавливали знаки, где-то демонтировали знаки. Просто эта работа, сразу предупрежу, не такая простая, как всем кажется. То есть просто одно обращение может быть недостаточно. Потребуются приемы какие-то дополнительные, надзорные инстанции обращаться, а может быть сразу отреагируют соответствующие службы незамедлительно. Но опыт показывает, что это достаточно кропотливая работа и надо этим гражданам, которые хотят навести порядок, настроиться на затяжную работу, связанную с устранением тех или иных недостатков, как им кажется. Как часто Вы проводите подобные рейды и за чей счет проходит финансирование рейдов? Спасибо, Евгений Иванович. Рейды проводятся за наш счет собственный, за мой собственный счет. То есть никто ничего не финансирует. Естественно, там открыта поддержка у нас на Ютубе и в разных соцсетях. Но это добровольная поддержка. То есть если это граждане хотят, они могут поддержать всегда нас. Это, опять же, добровольно. Это зависит от каждого гражданина, как поддержка, благодарность за то, что на тех или иных участках наводится порядок. Рейды проводятся, к сожалению, не так часто, потому что достаточно сложно собрать граждан, которые смогут поддержать в тех или иных ситуациях. Поэтому некоторые рейды даже проводятся мной самостоятельно по этой причине. То есть одним человеком. Поэтому хотелось бы, конечно, почаще их проводить. Потому что чем опыт показывает, чем чаще проводятся рейды, тем больше на это внимание обращают соответствующие организации, такие как ГИБДД, Управа. И со временем наводится порядок. По факту вы проезжаете, видите, что, допустим, на тротуаре припарковал кто-то автомобиль и вызываете сотрудников, да? То есть это так происходит? Да. Либо вызывая эвакуаторы, где массовое нарушение. Ну, где один автомобиль стоит, там, конечно, сотрудников не имеет смысла вызывать. Объясняю, почему. Потому что он просто может уехать с этого места. Фиксируется просто правонарушение с средствами, соответствующими фото-видео фиксации. И направляется обращение. Или граждане. В принципе, это может каждый гражданин сделать, да? Сфотографировать на телефон и отправить в ГИБДД. Да, к нам очень много приходит подобных... У них есть сайт, да? Можно там отправить им на сайт. Да, конечно, это общедоступно через сайт ГИБД, там просто надо написать обращение. Скажите, как повлиять на водителей маршрута, который ездит на красный, в руке телефона и еще сдачу отсчитывают? Одного начал стыдить, а он меня высадил. Сергей Павлович. Я думаю, что только совместные усилия нужно повлиять. То есть, когда граждане будут в массовом порядке обращать внимание на нарушения водителей, особенно маршрутных транспортных средств, потому что они везут большое количество граждан. И в массовом порядке обращаться в соответствующие инстанции. То есть, фиксировать его правонарушения, призывая всех на способами фото и видеофиксации, не проходить мимо, потому что от этого зависит наша безопасность с вами. Такое достаточно гневное сообщение пришло к нам в Вайбер. Напомню, номер 8960-135-0708. Гневное тут очень возмущается радиослушатели машинами, которые преграждают выезд из дворов или выезд из подъезда. Вот я считаю, что вам нужно, это вот вам Алексей предлагает, заклеивать по кругу, как это делает СтопХам, например, в Москве. Как вы относитесь к этому предложению? Денис написал нам это сообщение. Во-первых, это связано с тем, что на данном этапе мы стараемся, все-таки, заняли позицию устранять правонарушения законными способами стараться. Я, конечно, СтопХам молодцы, но все-таки вот это вот заклеивание наклейками лобовых стекол, оно, конечно, дает свой результат, но приводит к тому же к агрессии со стороны водителей. То есть, все-таки это тоже правонарушение, потому что хоть там небольшой ущерб, но наносится, и его могут водители взыскать в судебном порядке. То есть, на мойку лобового стекла. Если это кто-то будет делать, тот, кто заплатит штраф, и может также попытаться взыскать. То есть, пока, возможно, это тоже эффективное воздействие на автохамов, но я считаю, что все-таки пока необходимо не клеить наклейки для, может быть, создания красивых роликов, там, интересных, а подсказать ГИБДД и попросить сотрудников ГИБДД, чтобы они реагировали на данное нарушение более оперативно. Тогда будет порядок. В завершение нашей беседы осталась у нас минута. К вам как-то агрессию проявляли водители в течение вашей работы, в течение ваших рейдов, во время того, что вы, допустим, останавливаетесь, пока набираете номер телефона ГИБДД или, там, пытаетесь сфотографировать или снять на видео? Ну, те или иные случаи возникают время от времени. Естественно, потому что, ну, в основном, к сожалению, вот те водители, которые, так сказать, автохамы, они не только хамы по отношению к пешеходам, по отношению к другим автомобилистам, к другим участникам движения, но и в жизни тоже у них отношение вот такое вот именно к гражданам. Поэтому есть реакция, да, но ее не очень, не так много, потому что мы все-таки стараемся не нарушать права других граждан, и не вызывать агрессию дополнительно, а просто реагируем, соответственно, и стараемся объяснить, что так нехорошо делать, вежливо достаточно. У вас в организации есть страница в социальных сетях? Да, конечно, ВКонтакте существует. То есть, ради слушателей, которые хотят обратиться к организации, вот, в частности, к Алексею, или кто, например, задал сегодня вопрос, мы, к сожалению, не успели на него ответить, обращайтесь, я думаю, что Алексей с удовольствием ответит на все обращения. Спасибо, что пришли. Я напомню, что с вами провели полдень Светлана Красова и наш гость Алексей Шамардин, руководитель общественной организации «НашНадзор». Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне на частоте 100,7 FM. Хороших вам, позитивных выходных. Спасибо вам и всем неравнодушным гражданам.